Оно вторгается в мозг, как менингит. Надпочечники кровоточат. Останавливается работа мозга и главных органов. Время воскрешения нестабильна. Известны случаи воскрешения уже через три минуты. Мозг перезапускается? Нет, только ствол. Это могут быть микробы, вирусы, паразиты или грибок. Или кара божья. И это тоже. Приветствую, друзья. Где-то это к месяца три назад я сделал видео, в котором попытался из всех имеющихся свидетельств и показанных фактов составить свое мнение о возможных вариантах окончания эпидемии во вселенной ходячих. Напомню, что по моему мнению, зомби с каждым сезоном становятся все медленнее и гнилее. Процесс разложения неумолим. Кроме того, оставшиеся выжившие все больше приспосабливаются к новому миру. И зомби, как таковые, все больше становятся чем-то вроде навязчивых животных, которые опасны, но с которыми все же можно жить или просто подождать, когда они сдохнут. Так, в видео я пришел к выводу, что даже при самых пессимистичных вариантах исхода событий, ходячие должны сами собой сгинуть максимум лет через 12-15 с момента начала эпидемии, поскольку они банально разложатся. Подробнее об этом и о том, как будет эволюционировать общество в тех условиях, вы можете посмотреть вот в этом видео. Ссылку я оставлю в описании. Так вот сегодня я подумал, а почему это я сделал видео о финале, но ничего еще не исследовал о возможных причинах начала эпидемии. В этом видео я попытаюсь собрать все самые правдоподобные версии этого конца света и в том числе прибегну к иным источникам помимо комикса и сериала. Поэтому присаживайтесь поудобнее, порежьте вкусного мяса и налейте холодненького чего-нибудь вкусного. Я начинаю. Главное, что можно сказать о вирусе ходячих, что о нем ничего не известно. По крайней мере в комиксе. Есть три общепринятые истины, которым следует и шоу, и комикс. Все люди заражены, вирус поражает самый корень мозга, процесс реанимации в зомби у всех проходит по-разному. Кому-то хватит нескольких минут, а кому-то нужны часы. Пожалуй, самое большее, что нам удалось узнать о вирусе, было в самом первом сезоне, и проводником этой информации выступил доктор Дженнер из Центра по контролю заболеваний. По его словам, причиной этого вируса может быть что угодно, от грибка до божьей кары. Интересно, что в финале Деннер упоминает о том, что французы якобы выдержали больше всего, но все равно пали. Интересно, что уже спустя 4 года сам Роберт Киркман называл эпизод с ЦКЗ своим большим сожалением. «Я чувствую, что был лучший путь завершить первый сезон», — говорит писатель. «Я хотел бы, чтобы он окончился на более веселой ноте. Я люблю доктора Дженнера и ту работу, которую он проделал, но в этом эпизоде были вещи, которые очень не схожи с миром ходячих мертвецов». Среди проблем Киркман называют упоминания французских ученых. «Я, вероятно, извинил бы это. Я был осторожен в комиксах, чтобы не сказать, что происходит в других частях света. Это, я думаю, показать в спин-оффе сериала. Однако в этом же эпизоде упоминается Франция. А я не хотел бы в будущем повторяться». Эти слова Роберт Киркман говорил еще в далеком 2014 году. Однако с того времени никаких спин-оффов про распространение эпидемии в старом свете не было. Был спецвыпуск комикса про брата Рика Джеффа, который встретил эпидемию в Испании, но это комикс. В ВХМ создатели только добавили Мексику, но никак не Европу пока. В то же время Киркман во всех ранее задаваемых вопросах буквально наотрез отказывается когда-либо даже писать о том, что за вирус охватил человечество и откуда он взялся. По его словам, эта сюжетная дуга просто не имеет интересных моментов. Вселенная Ходячих не о том, чтобы исправить этот мир и не о том, чтобы выяснить причины. Это вселенная о выживании людей в новых условиях. При этом Киркман знает одну единственную официальную причину эпидемии, но он не собирается ею делиться с аудиторией. «Я знаю причину апокалипсиса. Просто она жутко скучна», — говорит Киркман. А как вы считаете, реально ли она может быть скучной? Или Киркман кокетничает, приберегая этот козырь в рукаве для худших в сценарном плане времен для ходячих? Интересно, что несмотря на всеобщий охват пандемии, ситуация с заболеваемостью другими недугами также имеется. Достаточно вспомнить четвертый сезон, когда неизвестная холера выкосила буквально большую часть жителей тюрьмы. Мы знаем из слишком реальных примеров того, что одно бедствие часто порождает другое. В реальном мире продолжающаяся вспышка холеры преследует Гаити. После землетрясения 2010 года ООН непреднамеренно ввезла в страну патоген, и та потеряла большую часть своей инфраструктуры здоровоохранения во время землетрясения. Пандемия ВИЧ усугубляет другие инфекционные заболевания, такие как туберкулез, особенно в Африке. Вирусы, вызывающие реанимацию, уже присутствовали в природе и должны каким-то образом мутировать. Вот почему люди начинают возвращаться из мертвых. Это также то, почему люди возвращаются, даже если они не были ранены одним из ходоков. Укус зомби на самом деле не вызывает распространение вируса, он просто вызывает смертельную инфекцию, которая убивает. Вот почему в комиксах и подобных случаях его можно остановить, просто быстро отбросив пораженную конечность после того, как он был укушен. Вирус, вызывающий реанимацию, возможно, уже существовал, но мутация должна была иметь место, прежде чем все было заражено. Если этот вирус есть у всех, он и находится в полуспящем состоянии. Его мутация проходит медленно и логично, что внезапности в распространении другим организмом он не вызывает. Значит, вирус мог существовать с какой-то неактивной мутацией, которая и была вызвана каким-то катализатором. Как, например, это происходит в супергеройских комиксах, когда у героев появляются сверхспособности из-за адреналина. Катализатором распространения вируса могли выступить любые спящие вирусы в организмах большинства людей. Например, это палочка Коха, которая есть у 99% населения планеты. Но из-за современной системы здравоохранения, всеобщей вакцинации и нормального питания у большинства живущих она не проявится никогда. Тоже относится к вирусу оспы и даже в большей мере к современному ВИЧу. При нормальной своемременной терапии с ним можно прожить до конца своих дней. Катализатором спящего вируса в сериале и шоу становятся укусы уже инфицированных или обратившихся, а также смерть. Интересно, что каннибализм и поедение мяса инфицированного также не ведет к катализации вируса. Что подтверждается во втором эпизоде игры «Жажда помощи» и в пятом сезоне. В юбилейном выпуске комикса «К десятилетию вселенной» рассказано изначально историей того, как Роберт Киркман и Тони Мур впервые отнесли свои наброски будущего комикса в издательство. Оттуда же мы узнали, что изначально Киркман вдохновлялся при написании комикса фильмами Джорджа Ромеро о мертвецах и, прежде всего, его главным фильмом «Ночь живых мертвецов» 1968 года. Интересно, что сам Киркман также изначально собирался поместить всех героев комикса в 60-е, именно поэтому, кстати, до сих пор комикс выпускается в черно-белом цвете. Больше того, сам комикс в начале Киркман хотел обозвать также «Ночь живых мертвецов», но, чтобы не иметь проблем с авторскими, отказался об этой идее. Во многом мертвецы Киркмана и Ромеро очень схожи. Они крайне медленны и их можно убить только в голову. Логично, что стоит обратиться к возможным истокам эпидемии и туда, во вселенную Джорджа Ромеро. Согласно фильму 1968 года, обитатели забаррикадированного дома узнали по экстренному сообщению по радио, что источником воскрешения является радиоактивность вернувшегося с Венеры космического аппарата. Не знаю, как вам, но мне эта версия кажется самой скучной. Возможно, это и имел в виду Киркман в интервью, говоря, что знает причину апокалипсиса, но она до предела скучна. Интересно, что уже в ремейке той же «Ночи живых мертвецов» по телевидению передавали несколько иное сообщение. Там калифорнийские ученые якобы провели исследование трупов и выяснили, что те вернулись к жизни под воздействием ранее неизвестных сил, с помощью которых мозг восстанавливает активность. А вот врачи из Центра по контролю заболеваний из той же Атланты, кстати, явно Дорабонт заимствовал оттуда формулировку. Отрицают этот факт. По их мнению, вина во всем в каком-то ранее неизвестном вирусе. В этом году два американских нейробиолога на полном серьезе выпустили целую книгу, описывающую с научной точки зрения, как устроено сознание зомби. Она так и называется – «Мозг зомби». Так вот, за последние 80 лет вдвигалось много версий, объясняющих этиологию зомбизма. Например, это космическая радиация, которая упоминается той же «Ночи живых мертвецов», химическое оружие или токсичные газы, биологическая инфекция, генетическая манипуляция. И вот как раз ни одна из этих причин не устраивает современную науку. Ученые из своей книги приводят в пример насекомых, для которых зомбизм вполне реальный. Существует некий грибок-паразит кардицепс. Грибок начинает жизненный цикл, как маленькая спора, которая приземляется на ничего не подозревающего муравья. Сначала муравей ведет себя почти так же, как и до получения споры, но постепенно он перестает исполнять свои обычные обязанности в колонии и начинает действовать слегка странно и нервно. Его поведение становится таким необычным, что порой другие муравьи выгоняют его из колонии. И вот тут-то начинается самая интересность. Когда инфекция начинает действовать в полную силу, кардицепс захватывает мозг муравья. Гриб заставляет насекомое вскарабкаться на высокое дерево или на лист где-нибудь над колонией. И обычно муравьи так не поступают, возможно, потому, что так их легче съесть. Гриб заставляет муравья вцепиться челюстями в лист, чтобы закрепиться на нем. Тут кардицепс убивает своего хозяина, и маленькая ножка вырастает из головы муравья. Этот отросток затем выпускает споры, и если все происходит успешно, споры садятся на новых муравьев, и все повторяется заново. Ровно то же самое возможно и с рыбами, только там путь попадания паразита в конечную цель еще более интересен. Есть такое маленькое существо – скребень или колючеголовый червь. Его главная цепь в жизни – поселиться в кишечнике рыбы. Так вот ему, так как он очень мал, крайне неудобно попасть в желудок в заветной рыбешке. И здесь на помощь приходят рачки-богоплавы, в маленький мозг которых и вселяется маленький негодник. И уже потом вместе со съеденным рачком он уже окончательно поселяется в хищной рыбе. Кстати, то же самое возможно и у людей. Ленточные черви могут поселяться и в мозгах людей. Правда, по заверениям авторов книги, они никак не мешают в жизни человека, поскольку просто питаются кровью. Ну что ж, дорогие, в заключение хочу сказать, что необязательно сейчас стоит думать, что ходячих мертвецов в нашем любимом сериале захватили ленточные паразиты. Нет, лично мне все же нравятся теории с вирусом, хотя ученые ее и опровергают. Так или иначе, гадать можно долго и нудно. И пока мистер Киркман не начнет заниматься делом, все наши с вами рассуждения так и останутся лишь ведрами ненужной воды. Лично я уверен, что когда-нибудь Киркману обязательно придется залезть и в эту тему, только потому, что вечное выживание и новые войны просто уже перестанут удивлять. И последний сезон, как мне кажется, уже начал об этом свидетельствовать. Ну а пока спасибо, что смотрите, высказываете свое мнение о происхождении вируса, ставьте нравочки, делитесь этим видео на страницах и обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо всем, удачи!